вчера стала доступна демо версия новой игры от польской студии people can fly outriders я знаю что довольно много моих зрителей следили за этой игрой и новостями по ней так что я решил уделить ей внимание на канале поиграть сам почитать разборы и рассказать вам самое интересное многие обращали внимание на эту игру поскольку она попадает в жанр лутер шутер тут есть динамичные бои в испытаниях разной сложности охота за добычей прокачка и так далее мы любим такое верно что ж давайте кратко расскажу самое важное что нужно знать об игре а точнее о ее демки прямо сейчас во первых та версия которая стала доступна для игры 25 февраля на всех платформах это не бета и не альфа это именно демо бесплатная и открытая об этом часто говорят разработчики обращая наше внимание на то что это фрагмент фактически готового продукта для того чтобы сыграть в демку не нужна закрытая регистрация инвайт или ключ просто нужно загрузить ее на свою систему более того весь прогресс из дема вы сможете перенести в финальную игру если она вам понравится когда-то выйдет на релизе случится это кстати уже 1 апреля во вторых в демо версии будет доступен кроссплей сразу и по умолчанию так что неважно на какой платформе вы играете и ваши друзья вы сможете сконнектиться с ними и сыграть вместе но если вдруг вам не понравится наличие такой возможности кроссплей конечно можно отключить в настройках и играть внутри экосистемы своей платформы мы с друзьями и играли как раз между пк и playstation никаких проблем с прогрузками или дисконнектом у нас не было в демке вы сможете опробовать все четыре класса и все шесть слотов персонажей то есть вы по факту сможете взять на себя любую роль и понять какой класс и стиль игры для вас ближе создавайте новых персов разных классов и экспериментируйте я как всегда выбрал самого быстрого персонажа такого типа охотника тут он называется трикстер он может телепортироваться за спины врагам замедлять их с помощью обилки очень похожий на стазисную гранату а еще делать вот так этими скелетами мы продолжали восхищаться на протяжении всей последующей игры конечно же есть ограничение по прокачке в демо вы не сможете поднять своего персонажа выше 7 уровня в пределах этой цифры можете овладеть четырьмя способностями на классах и опробовать как они работают вместе с другими на этом кстати я бы заострил особое внимание потому что когда нам с напарниками удавалось как-то грамотно скомбинировать способности разных классов и уничтожить там кучу врагов или одного мощного с помощью такого комбо удовольствие это приносило просто массу и все просто охали типа вау как мы круто замутили в аутрайдерс есть богатое дерево прокачки она дает огромный простор для развития персонажа в зависимости от роли которую вы ему отдаете выглядит это таким традиционным рпг кроме этого есть отдельный экран способностей которые также открываются с прогрессом и наделяют вашего героя сильными обилками система оружия тоже очень разнообразная в принципе для нас можно найти что-то общее с дистине 2 характеристики оружия отображаются похожим образом а также есть наборы перков и модов которые можно менять и комбинировать чем пушка более редко тем больше модов вы можете использовать на ней некоторые моды настолько меняют эффект оружия что страшно представить сколько билдов тут можно собрать игрокам основная огневая мощь тут зачастую не в стрельбе а в эффекте от оружия есть например вот замораживающие пушки есть отравляющие разные другие эффекты которые можно как я сказал комбинировать не только внутри своего персонажа но и планировать как это будет работать в связке с командой что же касается системы улучшений брони то она тоже на месте и тоже работает на увеличение различных эффектов с помощью модов сейчас на не останавливаться пока не будем геймплей на игра очень напоминает сразу несколько игр которые в разное время были на слуху тут есть что-то и от гирс of war над которыми people can fly немножко работали да вот эта вся тестостероновая мощь и напущенное силища по системе прокачки как я сказал можно провести параллели с любой рпг до до пасов excel тут далеко конечно но все же ну а система оружия очевидно очень напоминает destiny 2 приятно ощущается стрельба я играл на пк и был приятно удивлен отзывчивости всего управления поскольку в том же антем у меня были претензии к этому из того что мне не особо понравилось это сюжетка и катсцены они были очень банальные мы такие мощные мы так давно знаем друг друга нас так задолбала эта война черт надо оторвать кому-то голову срочно я такое разлюбил еще в старшей школе так что на любителя но зато весь сюжет и лор рассказывается вам довольно дотошно с помощью красивых роликов диалогов и этих самых роликов даже в демке просто навалом и они все раскрывают мир игры ну и в общем по геймплею по настроению еще можно заметить сходство с division но если в девушку я не стал играть исключительно из-за скучного сеттинга мужики в вязаных шапках и сам 16 против вертолетов меня как-то не заставили к ним присоединиться а тут все же космос способности sci-fi setting мне это продается да я же купил на старте антем прости господи разработку которого официально прикрыли буквально на днях надеюсь что outriders не повторит его судьбу и сможет привлечь аудиторию буду ли я в нее играть может быть если найдется компания в любом случае пренебрегать играми в похожем жанре я бы не стал так что ждем релиза и посмотрим как оно будет может и поговорим о ней еще как нибудь на канале спасибо за просмотр до связи